МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Туризм. Я Виктория Громашова. Приветствую вас. В Сочи курорт федерального значения. Сюда всегда стремились приехать на отдых и лечение миллионы россиян, расположенные на одной широте с курортами Адриатики, Итальянской и Французской ривьеры. Сочи не уступает по лечебным факторам самым знаменитым курортам мира. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в южную столицу России. Жемчужина у моря, город солнца, край магнолий, какими только эпитетами и художественными образами и награждали Сочи. Вдоль берега Черного моря полосой в 150 километров протянулась территория курорта. Свежий морской воздух, большое количество солнечных дней, пышная растительность – все это создает особенный целебный микроклимат. Сегодня меняется и облик города. Сияющие белизной корпуса санаториев каскадом спускаются непосредственно к морю. Многочисленные фонтаны украшают территории курорта и местных парков. В Сочи расположена летняя резиденция президента России. Внимание первых лиц государства и принесло городу вполне заслуженную славу летней столицы страны. Каждый приезжающий на отдых в Сочи в обязательном порядке посещает самый большой ботанический сад России. Знаменитый дендрарий, известен не только в нашей стране, но и за рубежом. В нем собрано около двух тысяч видов растений и кустарников со всех континентов планеты, которые адаптировались в этом райском уголке. Площадь дендрария довольно велика – около 50 гектаров земли. Его территория разделена курортным проспектом на две части – нижнюю и верхнюю. Это лучшее место для семейного отдыха и увлекательных прогулок. Еще экскурсоводы советуют посетить местную страусиную ферму. Знакомство со страусами принесет массу положительных эмоций. Вы узнаете множество любопытных фактов. Например, то, что средняя продолжительность жизни страуса составляет 70 лет, за которые птица успевает снести 7 тысяч яиц. Размер каждого яйца в диаметре достигает 20 сантиметров, весом 1,5 килограмма. Хороший отдых в Сочи – это не только море, солнце и развлечения. Это еще и вкусная, изысканная пища в приятной обстановке кафе и ресторанов. Именно в этом ресторане снимался эпизод фильма «Бриллиантовая рука», когда Миронов и Никулин ужинали здесь. В фильме ресторан назывался «Плакучая Ива». В наше время его переименовали. Днем здесь можно пообедать, а вечером за ужином послушать живую музыку и окунуться в атмосферу беззаботного отдыха. Кстати, в Сочи снималось множество известных фильмов. «Человек-амфибия», «Дикая собака Зинго», всеми любимые комедии «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Именно на этом месте снимался фильм «Бриллиантовая рука», когда Миронов ловил рыбу на суше, а Попанов ее насаживал под водой на удочку. Отдыхающие в это время у моря с удовольствием согласились изобразить перед нашими камерами главных героев комедии. Кстати, когда шли съемки сцены рыбалки с Анатолием Попановым, температура воды была всего 8 градусов. После очередного неудачного по вине оператора дубля замерзший Попанов, высунувшись из воды, рябкнул на него «Идиот!» «Помогите, Лелик!» «Идиот!» Это было снято случайно, но режиссер Леонид Гайдай вставил этот эпизод в картину, а фраза ушла в народ. На пляже у скалы Киселева любят загорать приезжие. Потому что многие туристы предпочитают уединиться на диких пляжах, чтобы окунуться в атмосферу тишины и комфорта на фоне окружающей природы. Впечатление от отдыха в Сочи будет полноценным, если вы совершите увлекательную морскую прогулку. Выйти в море можно на яхте или быстром катере. Рыбалка, купание в воде, дегустация домашнего вина гарантируют незабываемые впечатления. Санатории и пансионаты Сочи располагают большими возможностями для санаторно-курортного лечения. Климатические особенности местности оказывают большое влияние на эффективность лечения. Оздоровительный отдых можно совмещать с активным отдыхом. В Сочи множество достопримечательностей и экскурсий, которые стоит посетить. На территории Сочинского национального парка есть по-настоящему уникальное место. На вишине, самой высокой в окрестности Сочи горы, под названием Ахун, находится смотровая башня высотой в 30 метров. Она была построена в 1936 году. Автор проекта, архитектор Воробьев, объединил в своем творении образ традиционных для горцев оборонительных сооружений и средневековых замков. Чтобы добраться до верхней смотровой площадки башни, надо преодолеть спираль каменной лестницы. Ее каждый новый поворот открывает перед посетителем великолепный вид на горную панораму главного Кавказского хребта, морскую даль и весь город Сочи, лежащий как на ладони. Местные жители говорят о том, что с высоты почти 700 метров над уровнем моря в ясную погоду с башни можно увидеть далекий турецкий берег. Еще одной достопримечательностью Сочи является тюльпанное дерево в поселке Головинка Лазаревского района. Это растение родом из Северной Америки, редкий гость на Черноморском побережье. Свое название дерево получило из-за цветков, напоминающих тюльпан, а форма его листьев похожа на старинный музыкальный инструмент лиру. Высота дерева 35 метров, диаметр ствола 2 метра. У местного населения существует множество преданий, связанных с этим деревом. Тюльпановое дерево нужно обойти три раза, загадать при этом желание, дотронувшись до него. Говорят, оно обязательно исполнится. По местным поверьям, дерево считается священным, потому что за долгие годы оно не раз загоралось от удара в молнии и всегда выживало. В верхней части ствол расколот надвое от сильного ветра. Чтобы дерево не сломалось, его стянули массивной цепью. Его еще называют деревом Раевского. Для борьбы с малярией 170 лет назад он посадил здесь это тюльпанное дерево. Рядом установлен мраморный обелиск, на котором написаны имена декабристов, отбывающих в данной местности ссылку. Вечером, после всех экскурсий, можно пройтись по Сочинской набережной. Пешеходная набережная – любимое место прогулок и отдыха горожан и гостей Сочи. Общая длина ее – 2 километра, от морского вокзала до проспекта Пушкина. Особенно красив морской вокзал вечером, подсвеченный с разных сторон огнями. В любое время года отдыхающие любят фотографироваться здесь на фоне белоснежных яхт. Кстати, именно от местного пирса отправлялись в круиз на теплоходе Михаил Светлов, герои фильма «Бриллиантовая рука». Мы провожаем папу! Девочки, а что это такое? С вечера на Приморской набережной курорта Сочи раздаются зажигательные ритмы музыки. Любители ночной жизни многочисленные заведения приглашают повеселиться в дружной компании до самого утра. В Сочи – мягкий субтропический клим. Солнечная погода стоит почти 300 дней в году. Купальный сезон на курорте начинается в мае и продолжается до конца октября. Самое комфортное для отдыха и лечения время года – осенний бархатный сезон. Только здесь вы сможете промчаться по снежным склонам на горных лыжах, а вечером того же дня расслабиться у теплого моря на пляже. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и наших российских курортах. До новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова